и предстоит подняться на крышу пятиэтажного здания я реально не понимала что вот сейчас вот я спущусь и и и все у меня началась паника реально уже понимала что вот 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 сейчас я должна буду спуститься это испугало меня мне было очень страшно когда начали одевать на меня систему какие-то ремни шлемы это правильно да вот этой внутренней стороной да да чтоб лучше держаться все подходим к краям чтобы начать тренировки наталья необходимо спуститься на страховке на высоту 10 метров пока же она даже боится подойти к краю крыши сможет ли она победить свой страх самая страшная была при спуске это опуститься руками придерживайся за карниз за веревку можно наташа дай мне руку все хорошо не бойся не бойся все хорошо спускаюсь вниз вот это вот начало этот пик мне было очень страшно и думала реально я сейчас сорвусь просто разобьюсь где-то упаду и ну и все стоп как по ощущениям все болит реально очень было больно реально как будто тебя просто поезд переехал такие ощущения что тебя просто разорвали наталья дискомфортно в страховочной системе ведь это натягивается под весом ее тела ручка чуть сюда назад и поставь упри ноги в стену колени выпрямь и спинку наташ выпрямь и спину назад наташ настройся выпрямься толчок назад я реально не могла поднять ноги и и почувствовать стену как пол для меня было реально это очень сложно это очень сложный номер который смог бы освоить далеко не каждый если у натальи получится преодолеть себя я думаю она точно будет собой гордиться тем более что выступать она будет на стене здания которые в разы выше этого надо преодолеть страх второе уверенность движениях закидываешь правую ногу за веревку правую ногу подняться я не могу подняться так соберись не могу самым страшным для меня оказалось то что мне пришлось сделать такой элемент перевернуться вверх ногами при этом держаться одной ногой за веревку другой обхватывать и просто висеть низ головой для меня это было очень страшно и голова кружится когда кровь поступает голове мышцы напряжены и от страха и ты понимаешь что ты можешь сейчас сорваться общение с головой и что ничего в принципе ничего тебя не держит наташа наташа успокойся давай наташа надо было паника она боялась высоты она боялась вообще что-то либо сделать делать толчок и раз хорошо лови стену лови стену я начала плакать я там орала я уже ничего не хотела наташа соберись ты слышишь такой панический страх что мне реально вообще ничего не хотелось не перебаривать себя никаких-то достижений не настолько страшно было хотела просто чтобы это все закончилось чтобы меня оставили в покое слезы вытри вытри слезы ты пришел плакать или что-то сделать мне страшно так всем страшно но все же это перебарывают бывает очень редко что всех ничего не боялся даже воздушный любой гимнаст боится высоты потом его преодолевается временем поработаем мне реально страшно когда я вниз головой я не могу на данный момент ты уж покончил она человек абсолютно не подготовлены к этому ну и вряд ли что-то у нас получилось бы я злюсь на себя я боюсь что у меня не получится после первой тренировки наталья вернулась в гостиницу подавленной она снова чувствует себя неудачницей комплекс неполноценности сформировался у нее еще в детстве не хочу там обижать родителей папа царство небесное как бы на детстве я себя чувствовала неуверенной неполноценной хотелось бы чтобы я была на уровне с другими детьми чтобы родители больше зарабатывали будучи девочкой из бедной семьи она часто сталкивалась с насмешками одноклассников в моем детстве бывало немало унизительных ситуаций потому что не так одевалась девочки школе как бы фу типа там все дела ты типа гадкий утенок не так обидно было что меня так назвали и потом эти же девочки перестали со мной общаться дружить для меня это очень обидно и унизительно было наталья выросла с мыслью что она гадкий утенок ни на что не способна и не достойно быть счастливой я злюсь на себя сама на себя потому что я скованная там чувство неполноценности какой-то несмелости просто не хватает и уверенности немножко я боюсь что мне не получится мне очень хочется чтобы благодаря этим тренировкам она все же обрела веру в себя я очень-очень сильно на себя злились грю как это я и не получается я же знаю что я могу падаешь встаешь падаешь встаешь идешь дальше чтобы доказать что я могу что я способна на что-то что я пройду это что я дойду до финиша и будет все хорошо здравствуйте здравствуйте аж как настроение то лучше лучше да ты сегодня готова работать готова готова до конца до конца ну тогда пойдем я уже пытаюсь ходить по стиле все не бойся не бойся переворачивай закрывала глаза на ту боль на тот страх на те истерики которые меня периодически проявлялись очень активно проявлялись толчок и стремляется там у тебя хорошо получается она все-таки нашла в себе сила потихонечку начала сама до ощущать что у него получается она радовалась при каждом каком-то новом я могу летать воздухе я могу прыгать от стены я могу прыгать от стены ходить по стене по ней было видно что она действительно хочет что-то доказать не только себе но и остальным даже для первого результата я большие шаги сделал я переступила через много через боль через нервы я понимала ради чего-то для чего это что я смогу я довольна что это сделала что она показала большие успехи и все-таки она справилась и доказала что она здесь кому же это сделать и она это сделала я жива наташ да ты умничка сегодня ты молодец но я думаю наташа также как любой воздушный гимнаст она преодолела свою я решил организовать для нее настоящее выступление наталья знает что это событие произойдет уже завтра но пока что она даже не догадывается что сделал где это предстоит на глазах у публики решится ли она выступить ведь помимо высоты она боится еще и критики я все это прокручила у себя в голове я знала что зачем какие моменты элементы я их проделывала не раз здравствуйте представляла то что возможно там ну будет там пару человек ну два-три человека одну и целая толпа я даже не думал что вообще дмитрий будет ну что скажешь страшно красиво страшно красиво волнуешься очень сильно скажем было у тебя опыт выступления перед людьми нет вид аудитории нет то есть сегодня у тебя двойное испытание тройной я бы сказала это страх перед высотой это первое второе то что я не танцевать и не аудитории это три страха аудитория пришла сюда поддержать тебя правда ведь так что я думаю у тебя все получится спасибо готова до когда я поднималась на крышу я честно не соображала что именно сегодня именно этот сейчас момент настал больше всего я боялась что мне не получится не получится выступить так как я себе это представила как я себе нарисовала картинку и что она не будет так как в моем воображении здравствуй тоже привет как твое настроение сегодня хорошо ты готова за вашим испытанием да желаю удачи спасибо не 8 ничего самодейству слова и я думала с сутрела куча людей стоит и реально мне меньше сил стал меньше уверенности я растерялась ну для профессионала чтобы подготовить такого плана танец требуется там от двух недель и больше чтобы это было качественный номер но с наташей мы это как-то очень быстро сделали у наташи как и у меня было большое переживание все эти дни тренировочные они не казались такими страшными как сегодня поехали мне главное схватиться за веревку мне не хватало воздуха я задыхалась и при этом я понимала что если таки такое про и будет происходить со мной дальше что мне ничего не получится это страх какой-то мы же как все люди смотрю куча людей я не знаю как как себя вести еще вся трусишься не понимаешь вот в каких-то моментах все наташа готова нет я боялась облажаться все хорошо наташ на руку хорошо спокойствие а все что произошло дальше и представить себе не могла подскользнулась нога а я облажалась учитывая что куча людей на меня смотрела и что мне не получилось не конечно хорошо я думаю что это провал что я не смогу я подвела себя первую очередь и других людей которые в меня верили мы могли взять друг другу друг друга за руку чтобы как-то поддержать как бы передать смелость другу конечно я могла бы просто бросить вести себя как ребенок развернуться поплакать и послать всех опускаемся возвращаться но это это трусость и глупость мне не надо если я делаю что-то я я стараюсь делать до конца пошли пошли а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Молодцы! Когда мы выступили и нас опускали вниз, я не верила, что я это сделала, что вот-вот уже все закончилось, что встречают уже люди. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! Я бы очень хотел, чтобы ты эту уверенность смогла принести в свою обыденную жизнь. Потому что, мне кажется, по сравнению с тем, что ты сделала за эти четыре дня, большинство обычных проблем, они как-то выглядят странно, правда? Да, вообще мелочи, если честно. Ты сделала над собой потрясающие усилия. Ты меня очень приятно удивила. Спасибо! Удачи тебе! Я уже тоже, спасибо! Спасибо! Спасибо всем! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Большой поступок в своей жизни. Страшно красивый поступок, я бы так сказала. Наверное, не каждая бы смогла, женщина, это пройти. За время разлуки с Александром Наталья стала более уверенной в себе и осознала некоторые свои ошибки. Я думаю, что теперь она готова пробовать строить с ним отношения по-другому. Но прежде чем организовать встречу для пары, я решил проверить, остался ли Александр таким же эгоистом, которым был на момент обращения в проект. Здравствуй, Саша. Здравствуйте. Как дела? Ну, потихоньку. Сегодня у тебя будет замечательная возможность сделать для своей жены подарок. То, о чем она мечтает. Но, как очень часто бывает в жизни, ради того, чтобы сделать подарок, нужно будет пожертвовать какой-то частью себя. Ты, кстати, знаешь, о чем мечтает твоя жена? Ну, наверное, о семье. О семье и о детях мечтают многие женщины. У твоей жены есть своя мечта. Ну, даже не знаю, что же такое это может быть. Сейчас у меня в руках сертификат на 8-месячный курс обучения парикмахерскому искусству в Международной Академии Владимира Тарасюка. Я там и буду у Тарасюка, и там вот для меня это как мечта какая-то в жизни. Реально круто там побывать и пообучаться с этими людьми, с профессионалами. Этот сертификат и диплом для меня очень был бы важен. Стоимость этого сертификата 35 тысяч гривен. Как ты думаешь, это для нее важно? Думаю, да. Если бы ты сделал ей такой подарок, она была бы рада. Думаю, да. Деньги есть? Прямо сейчас, конечно, нет. Но у тебя есть то, на что я готова менять этот сертификат. Сейчас у тебя будет возможность сделать для своей будущей семьи две хорошие вещи. Первое. Порадовать жену и подарить ей обучение ее мечты. И второе. Продемонстрировать, что ради семьи, ради жены ты готов хотя бы иногда жертвовать своим эгоизмом. Ну, давайте попробуем, что там... Тебе нужно всего лишь за час времени привести в порядок вот это. 21 унитаз. А в центре, вот, кстати, вот тот унитаз из Одессы, помнишь? Ранее, в рамках первого задания, когда Александр еще работал в ЖЭКе, он отказался мыть унитаз. Ну, я как бы брезгливый к таким вещам и не могу, да, как бы вот через себя переступить. Я не буду пытаться даже, я не буду этого делать. Я помню, что ты говорил о том, что ради Наташи готов на все. Говорил же. Ну, а мужик сказал, мужик сделал. Все необходимые средства там есть. Думал в тот момент о Наташи и думал о том, действительно важен ей вот это обучение или нет. Действительно это ли мечта? Потому что я не ее первый раз слышу. Две там, сколько там, 36 тысяч, там, 100 тысяч. Ну, не в деньгах у меня это измеряется никак. Не обязательно мыть унитазы, чтобы это обучение ей дать, да, чтобы ее мечту осуществить. И не обязательно мне проходить через унижение. Ну что, как успехи? Я не буду этого делать. И даже сертификат не впечатлил? Нет. Для меня это унижение, я не хочу этим заниматься. Давай будем честными. Явно в ближайшее время ты не найдешь эту сумму. Ну, однозначно же. А дальше оно все будет откладываться на потом. Потом появятся какие-то более актуальные и необходимые затраты. А мечта получить образование и достойную работу так и останется мечтой. Вопрос же не в унитазах. Однозначно. Вопрос не в подарке. Вопрос в умении ради другого человека сделать гораздо большим. И сейчас мы говорим не о каком-то там человеке. Мы говорим о женщине, с которой у тебя может быть семья. Благодаря тому, что ты сейчас откажешься от своих принципов, она сможет реализовать себя. Ну, так что? Нет. Ну, я считаю, что ты все-таки эгоист. Ну? Может быть, это эгоизм, с моей стороны, что я не хочу унизиться. Намного хуже есть эгоисты, да? Жаль, конечно. Вот так вот сгорают мечты. Не сгорают, мы найдем другой способ, который... Знаешь, могу поспорить, что нет. Представляешь, как отреагирует твоя жена, когда увидит это? Когда я видел, что горит сертификат, ничего особо, ну, не чувствовал. Ну, горит лист бумаги. Найдем. Найдем для нее этот сертификат, и ничего страшного в этом нет. Ну, ты сделал свой выбор. Удачи тебе. Спасибо. Вам так же. Ну, когда Наташа увидит, что я отказался мыть унитазы, надеюсь, что она и поймет меня, что для меня это тоже, как бы, да, тяжело, и я не могу через унижение дать ей этот сертификат, но для меня это неприемлемо. Эгоизм и лень мужа были основной претензией Натальи. Но, к сожалению, пока что Александр не готов над этим работать. Несмотря на все рекомендации, он практически ничего не поменял ни в себе, ни в своем образе жизни. Увы, без желания самого Александра помочь этой паре наладить отношения невозможно. Но сразу после выпуска новостей вы узнаете, каким будет окончательное решение Натальи. Вернуться к мужу или разойтись. Не пропустите, впервые после разлуки пара увидится на постшоу проекта.